И я бы хотела сегодня открыть такую тему. Сегодня 14 марта, это ровно три года, как я нахожусь в новом состоянии, в новом образе жизни. Не сказать, что совсем в новом для меня, потому что у меня были периоды жизни без еды и без жидкости. Но я бы всё-таки хотела затронуть эту тему, потому что я слышу очень много ребят различных, которые рассказывают о том, как у них проходили эти моменты, как у них проходили дни без жидкости и без еды. И это было с такими переукрасами, наверное, что это такая лёгкость, это невероятные какие-то состояния, это позитивы. И, наверное, сегодня я бы как раз хотела у них рассказать о том, что у меня это было не так. И не просто не так, а, наверное, я бы прошлась по вот этим этапам, которые бы происходили со мной. Как я себя чувствовала? Какая была обратная реакция? Сколько раз я хотела уйти с экранов и почему это происходило? Ну, наверное, давайте начну с того, что все, ну, наверное, многие, кто смотрит меня, те знают, что я пошла в новый свой опыт, в жизнь без еды и без жидкости не потому, что мне захотелось какого-то хайпа, не потому, что мне захотелось чего-то там познать, и я ездила по различным гурум, и мне хотелось просветления. Нет, это было всё не так, это было за счёт моего заболевания. И мне пришлось это сделать, мне пришлось выйти на жизнь без еды и без жидкости, потому что я умирала. Но я эту историю долго с вами не буду мусорить, потому что я её уже не раз рассказывала на различных каналах, в том числе и на моём канале есть эта история. Вот, и что же происходило? То есть я к этому состоянию шла 10 лет. Да, ребят, это не сразу было, это было 10 лет осознанных. Но если мы заглянем ещё немножечко дальше, то я уже рассказываю, что у меня подобные состояния были с детства. И вот эти 10 лет, они были разные, с откатами они были, они были болезненные, я себя ругала, не было никого, кто бы мог подсказать, как происходит. И на тот момент я не знала, что вообще достаточно много людей, которые живут без еды и без жидкости. я знала нескольких человек, которые позиционировали, что это так, но то, что они рассказывали, это не совпадало с моими ощущениями и с тем, что проходила я. То есть когда я слушала кого-либо, то у них всё это было гладко так, они начинали летать, порхать, у них открывался третий глаз, они всё чувствовали, они всё слышали, всё знали. И это были какие-то невероятные события в их жизни, которые происходили каждое мгновение. Но у меня это было через боль. То есть у меня не просто это было через боль, у меня был в два раза отёк в линке, когда у меня менялась гормональная система, когда у меня был конфликт клеток, про которых я ещё тогда не знала. И так здорово получилось, что мне пришлось уйти немножечко даже в науку. А не просто философию философствовать. Конечно, философию любят больше людей, чем науку, потому что наука, она так немножечко бьёт. И самое, что главное, я говорю всем своим ребятам, обязательно, когда вы начинаете какой-либо менять свой образ жизни, в том числе питание, это ваш организм, это ваше тело. И оно вам дано на эту жизнь один раз. Второго шанса в этой жизни у вас не будет. И чтобы максимально по-честному, максимально корректно отнестись к смене своего образа жизни, вам нужно знать обязательно отправную точку. Вам нужно обязательно знать не просто отправную точку, вам нужно знать, что у вас с организмом. И мне, естественно, у меня были все анализы на руках, потому что я ещё раз скажу, что у меня было заболевание, астма. И я была очень длительное время под наблюдением врачей. То есть я прекрасно понимала, что происходит у меня в организме. И до сих пор я могу сказать вам, что я до сих пор сдаю анализы, до сих пор мы с некоторыми людьми смотрим, что происходит у меня в организме, какие идут изменения, на базе чего эти изменения идут. И могу вам сказать, что у меня были состояния, когда я доходила до 32 килограмм. И это было действительно страшно. Это было жутко, наверное, на это смотреть. Но я на тот момент жила на Урале, и там достаточно холодно. Это была зима, когда у меня был такой вес. И это было немножечко проще замаскировать под джинсами несколько штанов, куртка, пуховик. Но на лице, конечно же, у меня кроме глаз, носа и губ ничего не было. Но меня никогда не смущало, когда меня встречали и говорили, ой, что с тобой случилось? После того, как я поняла, что я могу дышать, я просто, безусловно, шла в этот опыт, в новое состояние. Но они так просто, конечно же, не заканчивались, не проходили. И у меня было много опыта, много опыта болезненного, когда у меня выворачивало кости, когда менялась костная структура, когда выходили паразиты из костей, в первую очередь. Потому что кто длительное время находится на гормональной терапии, они прекрасно знают, что в первую очередь страдают сосуды, а сосуды — это наша жизнь. И во вторую очередь, конечно же, это кости. Все остальные ткани, они намного быстрее восстанавливаются, вплоть до внутренних органов. И когда у меня выворачивало кости, я не понимала, что со мной происходит, и я не могла этого нигде найти, я не могла ни с кем проконсультироваться. Всё, что я слышала из открытых источников, это как прекрасно находиться без еды и без жидкости. И у меня действительно были сомнения. Думаю, боже мой, а что же такое происходит? Почему же это со мной так? Может быть, я какая-то поломанная? Но у меня не было выбора. И, возможно, только лишь благодаря своей болезни я здесь, где я есть. Потом у меня были другие моменты, когда я выставляла ролики, как тело начинает меняться, ребят. И я это говорила ещё в самом начале, когда я разговаривала с женщиной, которая абсолютно не медийная. И на тот момент она была уже шестой или седьмой год в таком образе жизни, так назовём. И она тогда рассказывала, она говорит, только ближе к трём годам, после трёх лет начинает меняться тело, приходить в то состояние, в котором ты будешь дальнейшую свою жизнь жить. И до меня тогда это не доходило. Я не понимала. Я думала, ну, наверное, она говорит о том, что меняются печень, почки, там какие-то внутренние органы. Но когда у меня начал скакать вес, начал скакать вес прям очень жёстко. То есть я могла за месяц прибавить до 10, до 10, до 15 килограмм. Могла вечером, например, ночью поговорить с детьми, уложив их спать, заняться какими-то своими делами. А утром, разбудив их в школу, они на меня смотрели, ну, они видели уже, что со мной бывает такое. Они на меня смотрели и видели, что мама, например, там какая-то опухшая или отёкшая. И я понимала, что мне нужно выходить в эфир, например, у меня какой-то марафон или запланированный эфир. И для меня это было тяжело. То есть я хотела всё это бросить и быть просто в своих процессах. Куда-нибудь уйти, уехать и просто заниматься своим телом. Но в очередной раз, когда мне очень много комментариев написали там, очень негативных, я настолько им стала благодарна, этим комментариям, потому что я поняла, что эти комментарии, они же идут не от злости, того, что вру я или не вру я, они идут от неведения, потому что очень много информации той, которая не доносится. Не доносится большинству. И когда люди говорят… Я в очередной раз спросила у нескольких ребят, я говорю, что такое для тебя человек, который находится на неедине? Как он должен выглядеть? Какой он должен быть? И практически все в один голос сказали, что это должен быть идеальный человек, это должны быть идеальные голосы, идеальная кожа, идеальная фигура и всё идеальное. А так как мы с этими людьми практически всё время вместе в разъездах, и они могут отследить длительные моменты вместе со мной, различные, они понимают, что смысл врать, ну, это врать кому? Себе, чтобы что? И тогда я поняла, что люди действительно… Многие не могут зайти в определённые состояния, потому что у них есть… сформировалась картинка собирательная из разных источников, что человек, который, например, занимается спортом, он должен быть таким. Человек, который там много есть или мало есть, должен быть таким. Человек, который не ест, должен быть таким. Человек, который там пловец, должен быть таким. И вот это вот должен быть, наверное, это тот один из рубильников в нашей голове, который не дают нам пройти. нам пройти в состояние себя, когда ты можешь вне зависимости от другого мнения идти по состоянию своего тела. И тогда стала показывать себя, стала показывать, как я выгляжу. Это не говорит о том, что если вы перестанете есть и пить, то вы будете выглядеть обязательно вот так через какое-то время, что вы обязательно будете думать либо чувствовать вот так, что у каждого будет своё видение, у каждого будет своё чувствование, и у каждого будет именно то тело, в котором они должны будут пройти свои какие-то триггеры, свои какие-то траблы, свои какие-то препятствия на пути к тому, что есть истинная тотальная Любовь, когда они готовы будут не обращать внимание на то, что кто-то говорит какие-то вещи, когда он не будет их делить на негативные, позитивные, когда ему не захочется быть лучше, чем он есть по факту на самом деле. не лучше для кого-то, не лучше для себя, а просто есть, просто быть. и после этих моментов, когда эти осознания пришли, начали приходить другие видения, другие знания, которые уже не были зациклены на этой плотности, я бы, наверное, так сказала, через которые можно увидеть истинность того мира, в котором мы живём, когда ты уже не видишь лжи или правды, когда ты видишь то, что есть, просто есть по факту, когда ты понимаешь, сколько человеку говорится заблуждений, чтобы его увести от себя. Когда человеку говорят, что, например, вот чтобы очистить, человеку, например, дан какой-то орган, и этот орган, например, он может жить, существовать, работать 150-300 лет или ещё сколько-то. Но почему убирают убирают тот простой факт, который всем известен, он не скрыт, что, например, там почки, печень, селезёнка, они меняются, полностью идёт смена клеток от 2 до 7 лет. И там нет ограничений, что этот орган может поменяться только 2 раза в этом теле или 22 раза в этом теле. Научно доказано, что клетка, она вообще в принципе меняется. И это говорит лишь только о том, что нет у человека предела его жизненного существования в этой плотности, в этом теле. Он это определяет только головой. И только в голове у нас есть тот рычаг, который нам либо даёт пройти куда-то, либо не даёт, либо останавливает нас на определённом пути. и вам не нужно выходить из ума, вам не нужно быть в конфликте со своим умом, вам не нужно доказывать что-то своим умом, вам нужно соединиться с этим умом и войти внутрь ума. Потому что это колоссальный фильтр, это колоссальный кристалл твоего знания. Когда ты пропускаешь через него знания, не те, которые хорошие или плохие, истинные или ложные, а когда ты пропускаешь ту картинку, которая просто существует, без каких-либо критериев, то у тебя всё начинает складываться, любое восприятие этой планеты начинает просто моментально складываться в пазлы. После сложения в пазлы этой планеты ты выходишь уже на другие уровни. Может быть, я сейчас какие-то заоблачные вещи говорю, но это факт, это есть, когда ты начинаешь понимать, что есть другие планеты, когда ты их видишь, когда ты видишь людей из других цивилизаций, так назовём. И когда ты понимаешь, что для людей, для учёных, для некоторых учёных открыт всего лишь один галактический рукав, по которому они начинают делать какие-то заключения, которые передают простым людям нам, то ты понимаешь, насколько всё интересно, насколько всё обширно и насколько мало ты познаёшь. и самое простое, что я всегда говорю, ребят, самое простое, что вы можете сделать, это отказаться от каких-либо ограничителей, которые вас ограничивают, отказаться от каких-либо привязок, которые вам не дают куда-либо зайти. И одно из самых простых — это, естественно, еда. И это научно доказано, что человек абсолютно спокойно может без этого жить. Кто-то с жидкостью, кто-то без жидкости. И это ещё зависит не только от самого человека, это зависит от климатических условий, и это зависит в том числе от костной ткани. Потому что если мы пойдём дальше, мы увидим, что вот эта костная ткань, которая нас постоянно как бы останавливает, да? Не останавливает даже, а такое, ну, как тряпочки. Потому что если мы вспомним свои старые знания, вспомним, они есть у каждого, ребят. Это не кому-то нужно сходить и что-то попросить или дать. Это можно самим открыть. И вот эти вот знания, когда ты понимаешь, что вот этот вот костный скелет, ну, вот он, тоненький, маленький, вот эти вот косточки, да, которые очень легко сломать. Это же не так давно у нас появилось, потому что изначально тело у нас было кристаллическая решётка. Вот представляете, вот косточка, вот она одна, да, либо кристаллическая решётка, которая её, в принципе, с ней ничего сделать невозможно. Она как огромный пакцик, и в то же время она очень эластичная. Ну, это, наверное, не тема сегодняшнего эфира. И как раз что я на этом эфире хотела сказать. Ребят, есть… Да, мне тут уже говорят, что я не ту тему разворачиваешь. Я бы хотела вам всё-таки сказать о том, что разные ситуации с вами будут. Вас будет и физика перестраиваться, не ломать вас, конечно. Она будет перестраиваться, и вы, когда будет физика перестраиваться, естественно, психика будет подключаться, и она будет вам говорить, а надо ли нам это? А зачем нам терпеть? Ради чего нам терпеть вот это? Потому что вам же никто не скажет, ради чего. Не скажет не потому, что кто-то информацию зажал, а не скажет, потому что её очень сложно передать. Её действительно очень сложно передать на этот язык, что есть там. И вы будете сталкиваться с тем, что вас не понимают близкие, причём те близкие даже, которые изначально шли с вами. Вы будете сталкиваться с тем, что вам некомфортны самые обычные вещи будут какое-то время. Вы будете видеть эту смерть везде. И только на фоне смерти вы сможете увидеть жизнь. Но то, что описывают вот эти бабочки в животе, вода мокрее, трава зеленее, воздух свежее, этой эйфории не будет, потому что там, где есть эйфория, там есть и обратная сторона. И когда в вас есть и плохое, и хорошее, когда в вас есть тотально сразу же всё, только тогда вы можете быть всем, не разделяя что-то на плохое и хорошее, не выискивая из какой-то гнусной либо плохой ситуации какой-то положительный момент. Потому что нет положительных моментов, так же, как и отрицательных. это есть просто жизнь, в которой вы живёте, в которой вы течёте. и физические ваши состояния, они не будут очень красивыми. и могу вам сказать, что те ребята, которые идут так же в этот опыт, у меня, правда, нет тех ребят, которые зашли на 2-4 месяца, на 6 месяцев вне еды, и чтобы у них было всё замечательно, и они пукали бабочками. Такого тоже у них не было. Были ломки жёсткие, было то, что распухали суставы. Там вплоть до 4 дней человек вообще не мог самостоятельно сходить в туалет, потому что он вообще не мог двигаться. Это была ужасная боль. То есть разные моменты будут. И это не просто всё прекрасное. Если с вами что-то получается, когда мне ребята пишут, говорят, ой, мне так было здорово, например, 4 дня, 7 дней, и вот вроде бы я не хотел идти дальше, выходить на еду, но у меня всё время вот что-то захотелось пожевать, инстинкт, что-то захотелось ещё что-то сделать. И как раз вот сейчас, который марафон прошёл, и многие ребята впервые для себя зашли на такое количество дней, у каждого своя планка. И они практически все рассказали о том, что они не хотели выходить оттуда, но сыграло то или иное. И это и будет, ребят, играть. Это и будет играть, пока вы не начнёте понимать и принимать, что происходит с вами. Ведь не тело хочет есть, и даже не голова. И я вам сейчас скажу такую вещь, и я думаю, что каждый в меру своей готовности её разовьёт и поймёт, почему он не может выйти на определённые состояния. Смотрите, когда мы с вами формировались, когда формируется ребёнок, вот это вот зёрнышко, вот это вот ядро маленькое, чтобы оплодотворённая клетка, чтобы прибиться, она прибивается на фоне вибрации, прибивается, чтобы дальше уже расти. Это я вам простыми словами говорю, медики мне могут даже не писать, я говорю, чтобы понятно было всем своим мультяшным языком. И от этой вибрации она прибивается, и вибрация становится жизнью, на протяжении всего полностью момента от первого вдоха до последнего выдоха. И в эту вибрацию входит всего четыре звука. Первое — это звук сердца матери. Второе — это звук дыхания матери. Третье — это голос матери. И четвёртое — это звук ЖКТ матери. И вот представляете, когда вы уже в осознанном возрасте, вы проработали все вкусы, как вам кажется, вы проработали многие моменты, без которых вам, вы не понимаете, почему вы не можете от них уйти. Вы проработали многие моменты, и всё равно вот что-то вас не пускает. Убирайте поверхность — это всё. Заходите дальше. Что вас не убирает? Почему вы не можете убрать какие-то ситуации, какие-то моменты, которые вас выводят обратно на еду? Неважно, как переключателем этим в голове работает. Это либо тело, у вас переключатель сработал, либо на тело дал сигнал, либо на голову дал сигнал, либо ещё на какую-то ситуацию, которую вы спровоцировали. Только лишь потому, что вы из своей жизни начинаете убирать какую-либо вибрацию. То есть вы переняли вибрацию голоса, вы переняли вибрацию стука сердца, вы переняли вибрацию дыхания, вы переняли вибрацию ЖКТ. И тут вы отключаете ЖКТ. Вибрация становится другой. У вас тело начинает вибрировать по-другому. Вы это не осознаёте ни через голову, вы не чувствуете это телом. Это другое глубинное состояние Я, истинного Я, которое в ней тело. И после того, как вы начинаете чувствовать другую вибрацию, у вас уже начинается небольшая паника, которую вы не можете осознать. После этого у вас начинает замедляться дыхание. замедляется дыхание, и получается сердечную мышцу, он меньше задевает лёгкие. Сердце начинает работать в другом ритме. Голос замедляется, либо становится другим. И все вот эти вот четыре вибрационные частоты, они меняются, меняются в определённый момент. И именно поэтому вы не можете справиться с определёнными ситуациями, с определёнными запахами, с определёнными вкусами. Но теперь, когда вы это знаете, вы можете попробовать выйти в другое состояние, более глубинное, более глубинное, которое может отрегулировать эти вибрации другим способом. Если есть вопросы в чате голосом, я отвечу, потому что здесь очень много вопросов в чате написали, и я могу ещё поотвечать. Голаю ещё задать вопрос в зуме, поднимаем руку, будем включать микрофон. По-моему, похоже, вопросов нет. Ага, я сейчас посмотрю, если вопросы есть какие-то такие, которые нужно озвучить, то я озвучу. Если нет, то тогда будем с вами прощаться. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Александр спросил, что я рассказываю свой опыт в прошлом или опыт, который у меня есть сейчас, и мне на сегодняшний день до сих пор неинтересна вода и жидкость. Спасибо огромное за сердечки. Светлана, зубы сменились или нет? Меняются? Да, Валентина, я ответила. Сколько вы спите? Сон по-разному бывает. Бывает 2 часа, 2-4 часа, но он не обязательно каждый день. Но у меня нет такого, что я прям совсем не сплю. У меня бывает, что я 5 дней могу не спать, если я чем-то занята какой-то работой. Бывает, что каждый день могу поспать по 2 часа, например. Светлана, доброй ночи вам. Расскажите, пожалуйста, про книги, что пишете. Первая книга — это как такое будет пособие, наверное, для всех, для тех людей, которые не знакомы с темой неедения, и которых не надо особо пугать, просто пишу книгу, как проще заходить в дни без еды и без жидкости. Почему так проще заходить? Какие травы на нас как влияют? Что они делают в организме, чтобы человек понимал? Как лучше выходить из сухих дней? Почему именно так? Чтобы не было отёков, чтобы не было судорог, чтобы не было каких-нибудь неприятных ситуаций с телом. А вторая книга — это такая, она как бы немножко, ну, не немножко, она автобиографическая, но уже с тем видением, как я это уже вижу сейчас, как я уже вспоминаю себя вплоть до внутриутробного состояния. Вот. Про книги так. Так, сейчас почти не чувствуете усталость, это как на батарейках. Ребят, тело нужно, я уже говорила, да, тело для восстановления нужно не так много. И вы, скорее всего, каждый это уже ощущали на своём теле. Когда, например, вы очень устали, вы можете прилечь где-то, вздремнуть 20 минут, и через 20 минут вы встаёте под речком, если не засыпать дольше. И телу действительно нужно столько. Если вы, например, там побегали или ещё что-то, вам хватит буквально, ну, в зависимости от того, наверное, какой у вас образ жизни. А так, по большому счёту, вам хватает всего несколько минут до часу, чтобы передохнуть. Расскажите, пожалуйста, про травы. Ребят, это было очень долго, я сейчас про травы рассказывать не буду. Есть много информации на моём канале, и есть в записи марафоны. Кто не мог присутствовать, они очень-очень-очень бюджетные. Мы не поднимаем их по стоимости. Мы хотим, чтобы это максимум воспользовался каждый. Поэтому можете купить марафоны, которые есть в записи. И там я рассказываю, что, для чего, почему, как это сделать проще, что происходит в организме. Семь дней была на сухом голодании, очень похудела. Мне шестьдесят. Как поправиться? Голодание перенесла очень хорошо. Это всё в голове. Это всё в голове. Зачем вам? Ну, смотрите, ребята, вообще я могу сказать, что когда вы входите в этот опыт, и когда голодание, на голодании всегда теряется вес. Автономия, неедение — это же другое, это же образ жизни, это другое мировосприятие, это не про голод. И изначально, чтобы вам прийти в другое мышление, вам нужно очиститься от старых слоёв. Тогда вопрос, зубы у всех автономов попадают, обновляются. Я не знаю, всех или нет. Я, ребят, правда, не знаю. Я у всех автономов не проверяла. У вас есть семья? Как вы общаетесь близко? У меня два сына. Общаюсь я с ними много, часто, постоянно. Если вы спрашиваете, какой у них образ жизни, то у них самый обычный образ жизни. Но я их ни к чему не призываю. Они должны пройти обязательно свой путь. Но они прекрасно знают мой образ жизни, поэтому если у нас какие-то там походы в гору, там ещё что-то, и если они не хотят в рюкзаках нести свою еду, то они пойдут без еды. Они знают прекрасно, что без еды человек не умирает. Это первый момент. И у меня и в колледже у сына, и в школе у второго сына персонал, обучающий персонал, они знают о моём образе жизни. То есть я даже проводила лекцию. Для них это не секрет. То есть люди уже более подготовлены. И это очень радует. Обязательно чиститься перед неедем. Ребят, очень разные бывают ситуации. Я не за то, чтобы через агрессию идти. Но если, например, у вас было, как у меня, медикаментозное лечение, то чистки через какое-то время, они нужны. Но это не зачиститься за неделю, там всё перечистить в своих внутренних органах, и потом, чтобы организм с ума сошёл, восстанавливая всю микрофлору. Но если вы идёте постепенно к облегчению, то не всегда нужны определённые какие-то, которые всем подходят, чистки. Но ещё, ребят, смотрите, многие мне пишут, что я столько-то лет на сыроедении, я уже чистый. Это не всегда так. Потому что некоторые, например, глисты в печени. И кто-то, например, любил рыбу или съел какую-то рыбу и завёлся определёнными, не буду называть просто сейчас разновидностей всех паразитов, и у него появились паразиты, то в печени определённые паразиты спокойно живут без этих продуктов 40 лет, до 40 лет. То есть вы можете чувствовать себя вот абсолютно чистым, говорить, что я там уже на сыроедении, на фруктоедении, на чём-то там ещё, но будете, например, уставать через какое-то время или будете чувствовать, что вы теряете вес и не можете набрать. Такое тоже может быть. У нас очень много паразитов есть таких. То есть паразиты через чистки, через травы, через какие-то, через клизмы. Вы можете убрать только тех паразитов, которые есть в желудке, которые организм скинул в желудок. Те паразиты, которые у нас в крови, в костях, в печени, вы их прочищением желудка никак не выведите. Вы это тоже должны понимать. Именно поэтому я говорю, что нужно обязательно сдать анализы, посмотреть, что у вас в организме, какая у вас отправная точка, чтобы пойти в следующий опыт. Хорошо, когда есть наглядные примеры человеческих возможностей. Светочка, здрав, скажи вкратце, возможно ли автономия с 72 с букетом сосудистых аутоиммунных заболеваний? Есть ли чей-то опыт, как ведут себя бляшки в сосудах? Ну, Ларочка есть, 72 года, она регулярно заходит на дни без еды. Но ещё раз повторюсь, ребят, нужно смотреть, что у вас с организмом, по анализам, что у вас с кровью, что у вас с сосудами. То есть сначала нужно промыть это всё, прям промыть. какими-то травами. Может быть, в определённый момент сухие травы нужно попить, поесть со слюной своей. Отлично. Вот. Так, Светлана, вам уже удаётся регулировать температуру своего тела, таким образом обходиться без отопления и кондёров. Сколько часов спите? Так. Ну, в моей комнате нет кондиционера, и я... Ни кондиционера, ни отопления. У сыновей есть отопление. И у меня всю зиму нашу тёплую, как мне кажется, у меня, конечно же, открыто окно. У нас, видите, там панорамные окна, чтобы кошки бегали. Сколько часов спите? Только что так. Пластика тела, психика, образ. Пластика тела у вас в любом случае, она улучшается, но вы должны понимать, что вы конкретно думаете под пластикой тела. Потому как некоторые упражнения тело перестаёт давать делать, потому что у него зажата какая-то мышца компенсаторикой. То есть, смотрите, как бывает. Орган. Какой-то орган болит. Я занята. Какой-то орган болит. Ну, например, например, лёгкие, да? Мои любимые. Вот, например, лёгкие. И вот вы не можете дышать. И начинаете бегать, начинаете прыгать. Это же самое распространённое, да? Но самое лучшее. Лёгкие — это может быть не обязательно астма, а могут быть любые проблемы с лёгкими. Это что такое? Это у вас может быть зажата большая от этого трапециевидная мышца, самая большая. Это лёгкие наши. И у нас каждый орган, он отражается на какой-то мышце. И когда вы познаёте своё тело, познать своё тело, как мне иногда пишут, я уже чувствую своё тело. Но вот у меня происходит вот это в жизни. Неважно, что. Например, там ребёнок не пускает или не даёт возможности заниматься своей жизнью. Причём ребёнку может быть там 30 лет, да? И это о чём говорит, если у вас какая-либо ситуация происходит с ребёнком? Это говорит о том, что у вас почки, что у вас почки, на почечнике работают, так скажем, не так, как бы им хотелось. И из-за этого что? У вас могут болеть колени элементарно, потому что идёт что? Зажатие идёт тазового дна. Это отражается на том, что у вас идёт искривление ножек. Одна ножка, как правило, становится чуть короче другой на несколько миллиметров. Это даёт компенсаторику в колено. И когда вы все вот эти моменты будете знать и чувствовать, вам будет проще разговаривать со своим телом, вам будет проще получать сигналы от своего тела. Куда вы пошли не туда? Куда вы психологически, психически пошли не туда? Что стало с вашими органами? Как внутренний орган болит? Где у вас, какая мышца зажата? Что у вас не работает? Где у вас тянет сухожилие? Так, мышление изменилось? Ну да, спина есть, да? Фото тоже на неедине. Какое фото? Если вы говорите картинка, которая была заставка, то это, по-моему, недели две назад. Светлана, огромная благодарность тебе за то, что делишься своим опытом все эти годы. Отдельная благодарность вам за последний 9-дневный марафон. Это было очень круто. Благодарю. Пожалуйста, объясните, с чего начать тем, кто запутался, если даже не понимаешь, где жить хочешь, чем заниматься. Спасибо, что вы есть. Вещаете. Боюсь, что закроетесь. Мне важно вас слышать. Ну, мы пока закрываться не планируем, но я могу сразу же сказать, что мне не всё разрешают. Мне не всё можно. Не знаю, как сказать. Но у меня иногда журят, когда лишнюю информацию даю, мне иногда журят. У нас уже несколько раз закрывали канал, поэтому мы сделали несколько каналов, чтобы, если что, можно было. И у меня есть такие ограничения, которые я могу дать в общем формате, которые не могу. Так, с чего начать? Начать, наверное… Начать я всегда говорю, ребят, самое лучшее, с чего вы можете начать, это три момента. Начинайте потихонечку закалять свой организм. Почему закалять свой организм? Потому что если вы посмотрите биомеханику вашего тела, как связано тело с мозгом, то вы увидите, что наркоман, который принимает дозу, у него идёт вот этот вот, так скажем, ток по голове, импульсы, у него даются в течение от двух до девяти минут. Вот он этот кайф ловит от двух до девяти минут максимум. И потом он просто в состоянии, в никаком состоянии, то есть в состоянии вялости, но от этого уже эйфории уже нет. Человек, который принимает холодные ванны, холодные ледяные ванны, у него такой же импульс идёт по всему телу два часа, два часа, ребят. И к определённому моменту, когда вы уже привыкнете к холоду, естественно, постепенно, обязательно постепенно, либо с ножек начинаете, либо контрастный душ обязательно заканчивать холодным, то вот это состояние, этого состояния, так скажем, волны бодрости, оно будет не просто присутствовать в вашем теле, оно будет давать, как бы строить, выстраивать определённые новые нейронные связи в вашем головном мозге. Если вы раньше, например, не видели решения какого-то вопроса, то потом вы раз и думаете, блин, а как я вообще мог его раньше не видеть? Ну это же так всё просто. То есть такие моменты будут приходить. Второе — это, конечно же, дыхание. Это дыхание, гипоксическое дыхание, это когда мы закисляем, то есть дыхание бывает разное. Я не буду к какой-нибудь определённой технике дыхания привязываться, потому что они абсолютно разные. Некоторые как бы раздышаться-раздышаться, потом на выдохе и задержка. Некоторые просто вдох-выдох, и вдох задержали, выдох-задержали, вдох-задержали, выдох-задержали. Там идут разные процессы, разные процессы в теле. Поэтому практикуйте различные методы дыхания. Ну и, конечно же, ходьба на пяточках — это самое простое, что вы можете сделать и одно из самых эффективных. Потому что ходьба на пяточках, во-первых, самое, что очень важно, она запускает, что ли, вводит в тонус наш взлуждающий нерв. А это один из самых важнейших в нашем теле. И анатомию тоже немножечко изучайте. Приходите ко мне, и я вам буду рассказывать, чтобы вы лучше познавали своё тело. Занятия спортом обязательно на сухие дни? Занятия спортом? Ну, наверное, всё-таки да, ребят. Вы не сможете, во-первых, сидеть. У вас сильный ацидоз будет? Если вы будете сидеть. Хотя бы ходьба. Ходьба, да. Ходьба и плавание — это вообще идеально. Всех бегать не заставляет. Ходьба, но обязательно ходьба в день. Нужно проходить хотя бы 5 минут задом наперёд. Это очень полезно для нашего мозга, когда правое и левое перестраиваются в половины. На гвоздях стоите? Да, конечно. Даже без них. Почему заниматься ночью? Да, по-разному. Бываю, читаю. Я сейчас стала очень много читать. Общаюсь. У нас есть такая закрытая группа. Очень интересные люди, профессора. Работаем. Спасибо, Ольга. Делаю контрастный душ в 5 лет. С декабря начал купаться в холодном море. Купил аппликатор Кузнецовый эффект. Невероятно. Комута. Ее никотиновое употребление. Он тоже занимает комплиментации. Ну что, ребят, если нет вопросов в зуме, то на сегодня я буду с вами прощаться. У нас появился вопрос. Велигор, давайте. Светлана, добрый вечер. Добрый. Очень хочется уточнить насчет плавания. Да. Бассейны. Там же обычно хлорка или что-то такое подсыпают, чтобы вода как-то дезинфицировать. В какой воде плавать можно? Или она будет, наоборот, создавать еще больше загрязнения? Ну, я не смогла. Я дважды была в бассейне. Причем меня убедили, что он очень-очень чистый и хороший. Но после первого бассейна, после первого раза, вернее, мне, если было пришло домой просто так немножечко дурно, то после второго раза, мне буквально, я вышла из бассейна, и до дома дойти там было 10 минут. И я уже до дома дошла с температурой 39,7. Она, конечно, очень быстро, то есть я поняла, в чем дело, я сходила в душ. В течение двух часов она спала, но были очень неприятные моменты. Поэтому я в бассейне, наверное, все же нет. Но это если, наверное, какие-то хорошие бассейны с банями, где вы постоянно выпариваетесь, но чтобы потом это смыть сразу же, такие, возможно, да. Ну а так, это природные источники, горные, реки. Это вообще самое великолепное великолепие. Это прорубь. Проруби у меня тоже очень не хватает, но здесь, по крайней мере, есть горные реки, море. Светлана, а как можно объяснить, почему таких эффектов нет у тех, кто там ест всякую хрень? Они вот плавают, им как бы пофигу. А вот когда на чистых днях идешь, то тело начинает всасывать всякую дрянь из воды. Ну потому что вы начинаете дышать, очищаются поры, вы начинаете дышать всем телом. И вы больше этого чувствуете. Это неизбежно. Вы не сможете пользоваться, ну я не знаю, девочкам, наверное, будет сложно пользоваться косметикой. Может быть, там на какой-то, на очень короткий период времени. Красить волосы. Красить волосы, мне кажется, это будет вообще убийственно. Я просто пробовала, я потом все обрезала, потому что такое ощущение, что ты, я не знаю, ты чувствуешь, что ты носишь, как будто вы не свои волосы. Не знаю, так, наверное, правильно. То есть, ну это тяжело ногти красить, ты тоже не сможешь. Это все чувствуется, чувствуется не том, что ты накрасил, это даже не психологически чувствуется, а это физиологически чувствуется. У тебя как будто закрывают определенные центры дыхания. Я вас отлично понимаю, Светлана. Несмотря на то, что у меня даже вот жена, она ест, ясное дело. Сколько мы с ней живем уже там лет 18 или 20, она вообще никогда не пользуется косметикой, никогда не красит волосы. Ну, или ногти. Нет, я ни в коем случае никого не осуждаю, не поймите, я просто говорю, что как мне это было, то есть я не могу. Если кто-то может, кому-то нравится, пожалуйста, это ваш выбор. Не знаю, я даже пастой зубы чищу просто щеткой, без всякой пасты, потому что не могу вот эту всю фигню использовать. Это при том, что я еще не являюсь неедом. А если уж на чистом организме, конечно, я прекрасно понимаю, что невозможно это все. Тут еще культура Мухомора написала. Сколько слушаю, не могу понять, сколько времени Светлана не ест. Сегодня ровно три года. Переговор, все, да, вопрос? Ну, я вопрос свой задал, да, благодарю. Ну, все, ребят, буду тогда с вами прощаться. У нас еще Наталья и вопрос хочет задать. Хорошо, давайте. Я, добрый вечер. Всем, Светлана, благодарю, что вы сегодня в эфире. Я совершенно, можно так, случайно проверяла уведомления и очень рада, что попала на вас. Вы начинали такую тему про мышцы, про зажатость мышц. Можно я лично и задам вам вопрос? Вот у меня уже в течение месяца, наверное, это межреберная невралгия. Куда вы мне посоветуете посмотреть? Вот вы говорили, на почечники, колени, дети. Вот в этом плане. Как мне хоть немножко ослабить боль? Я делаю просто растяжки такие, посмотрела, как на ютубе мышцу эту растянуть. Правое, короче, правое подреберье, вот правое ребро, вот это место. Вот такой вопрос. И насчет воды и холода. У меня просто был 13-дневный опыт чистых дней. И у меня был такой момент, что я в 3 градуса тепла пошла купаться. У нас озеро недалеко от моего дома есть. Я пошла купаться. И вот мне вот это... В этот день я два раза купалась. Мне вот это непроедолимое чувство, чтобы залезть в холодную воду, прям оно мне влекло туда. И два раза. Первый раз я в час дня окунулась. Это было 1 мая. У нас 3 градуса температура была. А потом в 2 часа ночи. Вот насколько это... Ну, наверное, это все-таки индивидуально. Но вот меня прям... Холодная вода, прям она меня притягивала вот на тот момент. Ну, давайте я отвечу на вопрос. Во-первых, вам нужно проверить... У вас желчные протоки забиты? Желчные протоки у вас забиты, потому что вы хотите сделать все как правильно, все как лучше. Потому что вот так вот будет для других лучше. Вот это вот отдать, это раздать, это подарить, вас здесь нет. Вот это первый момент. И можете прям проверить. То есть не обязательно слушать мои слова. Проверяться все-таки нужно. Вот это первый момент. А второй момент — это про холодную воду. Но это нормально, потому что на сухих днях у нас идет жар в теле, и все перегорает. То есть температура тела не поднимается. Но внутри жар, он идет именно, когда тебе не просто жарко, а именно когда ты хочешь вот этой вот мокрой, мокрого холода. Такое есть. Либо снег, либо вода. Да, это нормально. И такой еще момент. Вот вы говорили, что будут там и суставы опухать, и нехорошо будет. То есть надо просто поверить себе или в себя, и просто идти. Идти за зовом, что ли, как можно так сказать. Ну, чувствовать себя и идти туда прямо. Ну, вы в первое время... Нет, ребят, смотрите, ну, это же ерунда, ну, как за зовом чувствовать себя. Вот вы же все здравые люди здесь, да? И вы все идете за зовом себя. Но никто никуда дойти не может. Ну, так подумайте, почему не можете дойти. Может быть, потому что нужно за зовом идти тогда, когда вы знаете свою химию тела, может быть, за зовом нужно идти, когда вы понимаете свою анатомию тела, что у вас происходит с телом, и только потом уже идти куда-либо. Ну да, я думаю, это однозначно надо это понимать. А чтобы это понимать, нужно, чтобы, наверное, чтобы специалист сначала вам что-то подсказал. Я не говорю, что нужно лечиться у врачей. Я никого не отправляю куда-то. Но я говорю, что нужно знать свою отправную точку. С чего вы начали? Что у вас сейчас происходит с организмом? Ну, насчет раздать и подарочков, это вы попали прямо в точку. Вот прямо в точку. То есть это надо мне поработать с желчным пузырем. Желчные, да, желчные, желчные протоки. Нужно обязательно массаж вам поделать, с психикой поработать, ну и, конечно же, почиститься травки. Вот я как раз с этим занимаюсь. Массаж делаю каждый день, каждое утро. Утро начинается с массажа, ЖКТ и в первую очередь как раз вот желчный пузырь, протоки, печень и туда-дальше пошла. И массаж. Да, ну и чистюсь. Сейчас чистку провожу паразитарную. Ну вот единственное, что еще надо анализа сдать. Благодарю, Светлана. Благодарю. Обязательно зайду на ваш канал. Несколько раз была, как говорится, у вас в гостях, но теперь точно приду к вам. Благодарю вас. Благодарю. Ну что, ребят, всем спасибо. Я всех благодарю за вопросы. Благодарю Автополстар, что приглашаете. И до следующей встречи. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Светлана. Ассоциация закончена. Да, Валентин, спасибо. Все во всем.